Всем привет! Меня зовут Роман Сокотин, я руководитель школы Явеневор и студии разработки Игра Гава, и я очень люблю учить людей жить. Это правда. Недавно на моем канале был выпуск про выгорание. Также я писал пост в телеграм-канале про прокрастинацию. Кстати, если хотите получать много интересной инфы от реально опытного человека, а не просто очередного инфо-цыгана, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там пишу про мотивацию, про работу и зарплаты, как расти в доходах, про компетенции, как развивать, как программировать правильно, как бизнес строить, как кофе нужно варить, про потенцию недавно писал. Я вообще дудец-жнец и надомбре-игрец, как говорится. Так, что же делать с прокрастинацией? Вопрос сегодня у нас такой. Обязательно посмотрите прошлый ролик, там я рассказывал про выгорание. Выгорание такое более жесткое состояние, когда вы уже полностью фрустрировали вообще все, экономите энергию по максимуму. То есть это уже прям депрессивное состояние. Тесно связано с мыслью, что больного и убогого бить нельзя. То есть когда мы боимся, что-то вот у нас сломалось, мы боимся какого-то нападения со стороны властимущих, мы скорее удобно лечь вот так, типа я выгорел, мне очень плохо, я ничего не могу сделать. И как бы вас ругать нельзя, да? Можно ли вас ругать за невыполненные сроки, если вам х**ло? Нет, нельзя, потому что вам х**ло, да? Вы в больнице лежите, или вот вы выгорели. Это прям совсем разрушение всех аспектов жизни. Обычно выгоревшие люди, они бросают все сразу. То есть там уже все заблокировано и сложно представить выгоревшего человека, который продолжает ходить на тренировки, радоваться жизни и остальным аспектам ее. То есть он обычно выгорает комплексно, ложится в эту позу больного и убогого и от всего отстраняется. Прокрастинация это немножко другое. Здесь уже прокрастинируют обычно более осознанные люди. Если вы прям совсем инфантил, вы скорее всего выгорите насквозь, вы ляжете и ничего делать не сможете. Если вы осознанно подходите к своей жизни, вы скорее всего будете прокрастинировать. Механизм примерно схожий, но в чем отличие? Прокрастинация это избегание важных дел и делание неважных. А выгорание это избегание вообще всех дел. Притвориться трупом, чтобы меня не трогали. Соответственно прокрастинация наступает, когда у вас не вся жизнь летит под откос, а какой-то кусочек, и вы в принципе его изолируете. То есть у вас есть какое-то дело, которое вы не хотите сделать или не можете. Вспоминаем, да, что я говорил про выгорание. Выгорание связано с неадекватной самооценкой. То есть либо она завышена, либо занижена. Давайте попробуем через тот же метод анализа, через самооценку прогнать прокрастинацию. Если у вас завышена самооценка, из-за чего будет происходить прокрастинация? Вы взяли на себя дело, которое не можете выполнить. То есть у вас есть этот список дел. Есть очень важное дело, но вы его не можете выполнить. У вас не хватает компетенции, у вас нет ресурсов, у вас нет времени. Ну что-то вот взяли на себя, не подумав, и оно лежит. И, соответственно, сделать вы его не можете. Если бы могли, вы бы, скорее всего, сделали. И вы начинаете заниматься другими делами. То есть откладывать это, заниматься теми, которыми можете, как адекватный человек. Отложенное дело вызывает стресс. Если можно было просто дело отложить, и ничего бы за это не было, мы бы как бы и не переживали. Кстати, моя тактика борьбы с прокрастинацией заключается в том, что если я не делаю долгое дело, я его выкидываю. Убейте меня, нахуй, обоссыте за то, что я не сделал. Я его не буду делать. Я забуду про него. Не надо мне, ну, все, иди отсюда. Я, грязный. То есть я считаю, лучше по шапке получить, чем страдать. Лучше, как мужчина, принять удар по голове, чем сидеть так, не знаю. Вот, то есть когда у вас завышенная самооценка, вы цепляете дело, не можете сделать, откладываете, делаете другие, вызывает стресс. Со стрессом не знаете, что делать, это дело отказаться не можете. Стресс накапливается, прокрастинация усиливается, начинает размываться на остальные дела, вы начинаете фрустрироваться. И если вы недостаточно зрелая личность, вы в итоге выгораете. Это в случае завышенной самооценки. А что в случае заниженной? У вас есть дело, вот как раз, да, если бы я обронил такую фразу, если бы вы могли, вы бы сделали. Вот, но она тоже очень аккуратная. Это не всегда так. И в случае заниженной самооценки, как раз таки, вы взяли дело, которое вы можете выполнить, оно важное, но вы его откладываете. Почему? Ну, потому что это рутина. То есть, эти дела вы уже делали тысячу раз, и вам бы уже пора делегировать, нанять специалиста, который бы за вас это делал, вообще отказаться. Но оно у вас есть. И психика вам подсказывает, потрать время на что-нибудь стоящее. Зачем ты этой хренью занимаешься? Ну, никак не мячится с твоими миссиями, идеалами и так далее. Что оно тут делает? Такое, ну, надо сделать. Вот этот вот конфликт сознательного, ну, надо, и бессознательного ты уже круче этого. Тебе это нахер не надо делать. И в момент этого конфликта вы его сделать не можете, вы его опять отложили. Оно вас вызывает, там, где-то лежит, воняет стресс. Вы вроде занимаетесь другими делами, но, как бы, вот. И здесь начинается тайм-менеджмент. Про кастинацию хорошо лечится тайм-менеджментом. Тайм-менеджмент это не про календарики, попытку успеть все. Тайм-менеджмент это про отделение дел. То есть, как-то понять, что вот дело нахрен не надо, я его лучше выкину. То есть, золотое правило тайм-менеджмента это убирать вообще все искренне. Вот, вот, все, что ты не хочешь делать, все, что ты не можешь, все убрать, оставить только те дела, которые хочется и можно сделать, и делать все. Типа дзен простой. И, соответственно, прокрастинация это, когда через самооценку либо завышенно берете сложные дела, не выполняете. И тут нужна честность. Нужна честность, что я не могу выполнить дело. Потому что это, если мы смотрим вот так честно на ситуацию, мы видим решение. А что, если мы нечестно смотрим на ситуацию? Что я скажу? Что я не могу сделать дело? Нет, я скажу, что я прокрастинирую его. Что это какой-то мифический процесс, какая-то колдунья мне наводит морок, и я не могу его сделать. Ну, просто же сказать? Конечно, просто. Я бы мог, но не хочу. А если честно сказать, я не могу, дело вы убираете из своего календаря, и все. И прокрастинации нет, вопрос решен. То же самое с заниженной. Пойти на новый риск, нанять сотрудника. Это страшно. В первые разы это очень страшно делать. Нанять сотрудника, который сделает дело за вас. А вы его нанимаете, а потом довериться ему. Дать ему задачу и доверять человеку, что он ее сделает, сделать нормально. Не так, как вы ожидаете, но это будет адекватно. Тоже страшно. Или отказаться от дела. Вот мама попросила, а я не хочу делать. Как бы маме отказать нельзя. Правда? И оно как бы лежит, и ты его не делаешь, но как бы и маме не откажешь. Это так первый слой. Но бывает прокрастинация, когда дело и важное, и ты его можешь сделать. И вроде как оно в рамках твоей компетенции, но что-то про что, что-то вот не так. Давайте попробуем разобрать еще прокрастинацию через такую интересную методику, о которой как раз таки писал пост. Есть так называемый треугольник Дилца. Он состоит из шести сегментов. В самом верху у нас находится миссия. Чуть пониже у нас идентичность. Потом идут убеждения, способности, поведение и окружение. И прокрастинация может наступать на одном из этих этапов. То есть сейчас я рассказывал про прокрастинацию дел, но в целом прокрастинация, она может, допустим, наступать в окружении. То есть меня беспокоят не дела, меня беспокоят мое положение. То есть я там работаю в хреновой компании, где-то на окраине города, задувает ветер, бронхит у меня постоянно вызывает какой-то офис в бывшем заводе. Короче, стрёмно все. И человек начинает прокрастинировать такую работу. Не ходить на нее, не хочет задачи выполнять. И как бы в чем проблема? Он может задачи выполнить, может, значит, оценка не завышена. Треугольник Гилдса, он больше не про в целом прокрастинацию, а про неудовлетворенность. Ну и там обычно они очень темы мячатся, если мы не удовлетворены чем-то, мы не будем это дело выполнять, потому что оно там чем-то не соответствует. Если вы прокрастинируете работу на этом уровне, хренового офиса, странных задач и так далее, то в чем ваша проблема на самом деле? То есть ладно, мы разобрались, что прокрастинация где-то здесь. Но как нам эту ситуацию изменить? Да, если мы самооценку в норму выставим, в принципе, мы будем лучше ситуацию рассматривать, но вот как ее чинить? Я вот все думал, подвожу к этой теме и такой, блин, а как они мячатся? Я вспомнил. Треугольник Гилдса помогает изменить ситуацию. Самооценка ее увидеть вам искренне. Как работает с треугольником Гилдса? Считается, что если у вас проблема на каком-то уровне, ее решение лежит на уровень выше, через уровень. То есть смотрите, если у вас проблема на нижнем уровне, окружение, шестой квадрат, прямоугольничек, то есть вам не нравится ваше окружение, то проблема в ваших способностях. То есть если вам не нравится ваша текущая работа, вы ее не можете поменять, сменив работу. Как бы это ни звучало логично. Потому что, скорее всего, вы попадете на ту же самую работу, просто в другом месте. Как выбираться из этой ситуации? Берем методику работы с треугольником Гилдса. То есть через одну. Над окружением у нас поведение, а над поведением у нас способности. И вы такие, блин, а звучит логично, да? Если мне не нравится моя текущая работа, я прокрастинирую задачи, значит у меня недостаточно способностей, чтобы перейти на другую работу. Соответственно, если я просто буду заниматься поиском смены рабочих мест, я буду как белка в колесе кружиться, у меня будет небольшой прилив энергии из-за смены места работы, но через неделю-две, может месяц, может чуть дольше, я опять упаду в прокрастинацию. И, соответственно, если мы хотим починить эту ситуацию, нам нужно доработать наши способности. То есть пройти там обучение, накопить компетенции, скорее всего, следующее место работы, может и на этом нас повысят, или следующее, оно сильно нас выведет вперед. Или, допустим, у нас проблема в поведении. Допустим, можно разобрать через менеджеров по продажам, да даже у программистов. Хорошее место работы, у него хорошие компетенции, ему хорошо платят, к нему хорошо относятся, но работу он прокрастинирует. Почему? Мы, кстати, через этот треугольник очень много решений в нашей компании производим, потому что они, во-первых, работают, во-вторых, логичны, в-третьих, охуенно. Это научно доказано. Программист прокрастинирует работу. Хороший офис, все классно, все с пакетами, все здорово. В чем проблемы? Смотрим треугольник Гилса. Мы здесь уже будем оценивать проблему в поведении. То есть окружение у него хорошее, но само его поведение, оно немножко не мэчится с, ну, что-то не то. Почему проблемы в поведении, да, как мы это определили? Мы это смотрим через призму деструктивной культуры, через симптомы деструктивной культуры. Допустим, курилки или где-то там в флудильных чатах программисты говорят, без четкого ТЗ результат ХЗ. Вы нам сказали так сделать, мы сделали. То есть у них деструктивное поведение. Если смотреть по треугольничку, мы уже не можем говорить о том, что у них недостаточно способностей, да, то есть они компетентны абсолютно. И мы говорим, что у них проблемы с убеждениями, то есть над способностями, но с убеждением. То есть они не верят в проект, они не верят в компанию, они не хотят заниматься тем, чем они занимаются. То есть проблема убеждений. Здесь мы выводим несколько убеждений, допустим, ответственного отношения к работе, вера в компанию, вера в руководителей, вера в проект. Это такой идеологический уровень. И мы работаем с ним, и то же самое у вас. Вам нравится компания, но вы как-то себя постоянно чувствуете этот стресс, с кем-то ругаетесь, токсичное поведение за собой замечаете. Скорее всего, у вас проблема в убеждениях, в уважении к коллегам и так далее. Работаем над этим уровнем, там, тренинги эмпатии, эмоционального интеллекта. Это тупо звучит, я знаю, это то же самое, что тренинги по дыханию маткой, дышанию маткой для того, чтобы привести в свою жизнь богатство, воронку успеха крутить. Странно, но, честно говоря, многим людям не помешало пройти тренинги по эмоциональному интеллекту, по вот этой корпоративной этике. Потому что в каком-то уровне, на каком-то этапе в вашей жизни ваши навыки перестают давать вам какой-то эффект. Вы становитесь лучше, как специалист, но больше зарабатывать не начинаете, жизнь не улучшается, вы стопанулись в какой-то момент. И здесь нужно работать над так называемыми софт-скилами, их развивать. Собственно, если мы посмотрим на тот же треугольник Дилса, то та же самая история. Типа, если у меня прям херовую компанию, в херовые компании меня берут, у меня проблема с хард-скилами, окружение проблема, значит нам нужно работать над способностями. Все, логично, как бы весь рынок так живет. Идем дальше. Я попал в хорошую компанию, у меня хорошие хард-скиллы, но я постоянно ругаюсь, у меня проблемы с руководством, я саботирую задачи. В чем проблема? У меня слабые софт-скиллы, я работаю над своими убеждениями, над комплексом, над настройками своего эго. Замечательно, замечательно. Сколько мы интересных параллелей увидим, да? Оказалось бы, по обычным треугольник 6 пунктов. Идем дальше. У нас проблемы со способностями. Мы имеем достаточно хорошие способности, чтобы быть в хорошем окружении, мы починили софт-скиллы, но мы стопорнулись в развитии. То есть мы вот реально уже уперлись в потолок следующий. Идем выше, над способностями у нас убеждения, а над убеждениями идентичность, то есть осознание себя. В какой-то момент любой профессионал, когда у него закрывают вопросы базовые, софт-ы, хард-скиллами, у него возникает вопрос, а кто я? Я для чего вообще? Я хорошо живу, у меня все есть, у меня есть мои навыки. Я рома-программист, или я рома-маркетолог, или я рома-видеоблогер, или я рома-предприниматель. Здесь возникают уже трансцендентные вопросы идентичности. Не такие трансцендентные, как миссия, это чуть дальше, а вот идентичность. Кто я? Каким я себя хочу видеть? У меня уже есть простор, я могу реально выбрать любую, у меня большой комплекс профессий, я могу любую выбрать, мне реализоваться, иметь свой идеальный образ, к нему прийти и как бы одеть эту курточку, она будет по мне, и я буду счастлив. В этот момент вы уже отвечаете себе на вопрос, а кто я? Найти свою идентичность, когда вы ее найдете, вы уже уйдете с уровня компетентный специалист в уровень гений индустрии, да, вот этот лидер, который яркий, это человек, который прошел весь этот путь, осознал себя в этой стезе и в ней остался. И вот тут уже наступает поле истинного выгорания, да, истинный запой. Есть там несколько стадий алкоголизма, а в финале тебя ждет истинный запой. Это просветление на самом деле просто запой. И вот здесь вот может быть выгорание, когда вы задаете себе вопрос идентичности, вы отличный специалист, но пока не можете себе на него ответить, да, и вы потерялись немножечко. И в таких ситуациях очень много людей 30-35 лет полностью удалить свои профессии, но они ее меняют. Бывают идут на более низкую зарплату, да, у нас много учеников, которые ушли в геймдизайн с ведущих должностей, да, они были руководителями верхнего контура, верхнего уровня, но ушли в геймдизайн, потому что им нравится. Они, оказывается, у них идентичность геймдизайнер, а не руководителя отдела закупок. Но это вопрос уже дальше, да, до них нужно дорасти. И, соответственно, если у вас проблема с убеждениями, у вас проблема с миссией, но это уже дальше, это такая. И как идентичность миссии, это уже такая профессиональная психотерапия, и вам ее двигать я не хочу, потому что я в ней сам мало разбираюсь, у меня сейчас, ну, я сам в поисках своих идентичностей в миссиях прорабатывал со своими супервизорами, со своими психотерапевтами. Мне эти вопросы очень нравятся, они очень драйвят, но если говорить про 95% людей, которые смотрят это видео, скорее всего, у вас проблема лежит на одном из четырех уровней. Это либо в окружении, поведении, способности и убеждениях. То есть вам нужно работать над своими навыками их растить, вам нужно работать над своими скиллами и над своими убеждениями. Для чего, для кого, что я вообще, какие у меня принципы. Если у вас этого всего нет, скорее всего, вы будете часто прокрастинировать из-за того, что находитесь в какой-то странной, шаткой позиции, в которой и не хотите, и не можете в ней находиться, и хрень какая-то происходит. Вот такая история, мои дорогие друзья, я смотрю на время, да? Хочу убежать поскорее от своих зрителей. На этом все, всем спасибо за просмотр, обязательно напишите в комментариях свои истории про прокрастинации, как вы из них выходили. Я думаю, это будет всем полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, балайки. Всем пока, всем спасибо.